Как молиться, когда идёшь на войну? Николай спрашивает. Ну вот, у Пастернака в романе «Доктор Живаго» описывается такая ситуация, когда, ну, братоубийства, белые и красные, как бы, значит, но те и те были верующие, по крайней мере, у тех и у тех были верующие матери. Одних завертела социалистическая пропаганда, других завертела, как бы, злоба и желание мстить комиссарам, как бы. Ну и вот они столкнулись в этой непримиримой бойне. И когда там, значит, видели, вот это всё люди, там, или как-то трупы там опрятывали, омывали, у множества из них были такие ладоночки такие, или там, в самом деле, с молитвой, живые в помощи Вышнего, мамой написано, правило, материнской рукой. У некоторых, там, юнкеров, там, офицеров, это было красиво, каллиграфично написано с всеми, у некоторых крестьянской рукой старушечей было написано, там, коряво, там, с ошибками, но вот люди Псалом 90-й читали постоянно, живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного Дворица. Ещё надо просто читать её, просто как, не знаю, как считалочку, по 40 раз на дню. А потом, когда потихоньку начнёшь понимать вообще, что ты читаешь и почувствуешь, что действительно Господи сил с нами будет, это будет защита. И молиться нужно Господу Богу, все, как Суворов говорил, молись Богу, от Него победа. Поэтому, вот это помните, прощание славянки, так называемое, это дореволюционный текст. Так вот, там первый аккорд, встань за веру, русская земля, и дальше поехали. Конечно, этого всё в советское время не было, мелодии оставили, потому что мелодии прекрасные, как бы точечные, их не скопируешь, а вот тексты были другие, либо текста просто не было, духовой оркестр играл на вокзалах, как бы, но там и на «Встань за веру, русская земля». И все остальные песни, как быть, надо будет специальную передачу по этому поводу провести. Так что Господу Богу молитесь, как Суворов говорил, от Него победа, Он наш генерал. Божьей Матери молитесь, она мама наша, она хранится. У неё сейчас очень много работы. У Престой Богородицы просто настали какие-то беспокойные дни. Она и раньше там в раю редко бывала, потому что всё время Царица Небесная посещает скорбящий мир. Когда в мире нет войны, то всё равно есть кого посещать. У кого-то онкология, у кого-то денег нет, у кого-то бандиты наехали, у кого-то дети с ума посходили, у кого-то наркотики забирают ближнего, там, убивают его на глазах. Ну, короче, у кого-то, у кого-то, в мир же это и так беда. А сегодня беда ещё, как бы сказать, усугубилась. Поэтому у Божьей Матери много работы. Пречистая, преблагословенная Царица Неба и Земли, Кроткая Матерь Спасителя. Украшение Рая Небесного. Она не имеет отдыха и уже не хватает слёз у неё. А давно уже. И она плакала на Луганске. Она видела всё, что творится. Она знает вообще, насколько сетями дьявола опутан мир. При помощи информации, при помощи этой банковской хитрости, при помощи этих лживых манипуляций. Поэтому Матерь Божия плакала раньше, плачет и сегодня. Сегодня для неё совсем нет покоя. Господу Богу и Сыну Его Иисусу Христу, Спасителю Воскресшему из мертвых. Пречистой Богородице. Ну а так уже точечно Архангелу Михаилу и Великомученику Георгию. Святому Георгию. Вот он на коне непобедимой пронзает змея. Совершенно непобедимый. Восемь дней человека мучили. Изобретая такие вещи, от которых вообще только читаешь, уже страшно. Закапывали в ров снегашиной известью. Хотели выгрести просто одни только кости. А вытащили целого Георгия Молящегося. Гнали в сапогах железных с гвоздями внутрь. А он бежал быстрее, чем те, кто его гнали. Колесовали, ломали кости на колесе, на дыбе. И так далее, и так далее. Восемь дней не могли ничего сделать с человеком. И он за Христа был готов страдать. Он был всем христианским воином, можно молиться. Великомученику Фёдору Стратилату, Великомученику Фёдору Тирану, Великомученику Андрею Стратилату, Сорокомученикам Севастийским. Но лучше всего, чтобы не расширяться так умом до безграничности, Отцу Небесному и Сыну Его Христу Иисусу, Пречистой Богородице, Архангелу Михаилу, Великомученику Георгию. И живые в помощи Вышнего выучить наизусть. Продолжение следует...